Накануне Тирасполю исполнилось 226 лет. День рождения столица отметила ярко. Праздничные мероприятия проходили два дня. Была церемония возложения, затем чествовали почетных жителей города, вручали награды. Кстати, свой главный подарок Тирасполь получил 13 октября. Вадим, какие подробности? Добрый вечер, Алексей. Подарок заключается в том, что Тираспольская картинная галерея обрела новый дом. Теперь у нее свой адрес, переулок Набережной 1 и целых три выставочных зала. Давайте передадим эти ножницы нашей девчонке, которая будет в этом городе не просто жить, но и радоваться тому, что нам с вами удалось это сделать. Нас в свое время называли самым кочущим музеем. Здание, в котором мы находимся, это третье здание. И картинная галерея присоединилась к этому, так сказать, к этому качеве, что ли. Это уже третье наше здание, но в центре города, в прекрасном месте, в очень интересном варианте, молодом по сравнению с нашим дворянским собранием здание. Открывали галерею пышно, были гости, исторические зарисовки и, конечно, подарки. Разрешите передать вот эту книгу? Это рисунки, иллюстрации, письма, фотографии Михаила Ларионова. Это уникальное издание, его в Приднестрове больше нет. Дарили и уникальные картины наших и зарубежных художников. А недавно фонды галереи, в которых сейчас свыше 4000 картин, пополнились работами знаменитого Зыкова. Замечательно, что появляются вот такие картинные галереи, такие школы искусств. Это значит, что мы с вами уверенно смотрим будущее и делаем правильную ставку на наших детей, на будущее нашего Приднестрова. Итак, три зала. Разные по площади, но связанные тематически. В первом – работы Файницкого. Летописец Террасполя. Это по его инициативе в 1962 году в городе появилась первая картинная галерея. Выставка стационарная. Есть и личные вещи художника. Мольберт, этюдник, наброски. Во втором зале – картины учеников Файницкого. Это Родованов, Глушенко, Руденко. Ну а здесь – проба кисти начинающих мастеров, воспитанников художественной школы и их педагогов. Когда все работы в одном зале – это одно. Когда в разных залах можно разные выставки показать, и они не мешают одна другой, то это совершенно другой уровень работы галереи. Мы вообще мечтаем о том, чтобы у нас был музей, художественный музей, как у Бендера, с постоянной экспозицией. Не просто картины галереи при музее, а именно полноценный художественный музей. Я не ожидала, честно сказать, вот такого количества картин и такой красоты. Во-первых, есть фрагменты картины старого города, где узнаешь и думаешь, неужели это было так? И, вы знаете, ну, слов нет. Я настолько впечатлена. Впечатляет и само здание, его яркий фасад и скульптуры. Автор – Геннадий Спицын. В общем, в Террасполе появился еще и арт-объект под открытым небом.